Махар 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 отдаю, без маха не отдаю. Он сидит и думает, как же эту женщину замуж выдать, что же взять, то, что сыграло роль махра. И он спрашивает у него, что ты знаешь из Курана? Тот сказал, я знаю 20 сур. Ты знаешь их наизусть? Спросил Пророк Саусалям. Тот сказал, да, я знаю их наизусть. И Пророк Саусалям сказал, вставай и обучи ее 20 аятам, хотя бы из этих сур. Передает Абу Дауу, 212, Амна Саи, Суну Аль-Кубра, 5506. И также Имам Аль-Бухари, 5087, Имам Устин, 1425. И вот Пророк Саусалям выдал ее замуж хотя бы за откровение Курана, за суры, который знал этот человек. Версии, которую приводит Имам Бухари и Муслим Пророк Саусалям сказал, я отдаю тебе, не сказал 20 аятах, я отдаю тебе ее, жены, за то, что ты знаешь. Ну, с таким условием, чтобы он ее научил. То есть махр, это обязательно. Видите, он не выдает замуж. И поэтому, когда махр не озвучивается или он утаивается, он не отдается, тогда проблема получается. Потому что мы видим отсюда, что махр должен быть. Должен быть дар, который оговаривает к мужчинам и женщинам. И Омар Махаттаб сказал, не увеличивайте выкуп за женщин. Если бы выкуп был благословен в этой жизни, то есть махр, и благочестие загробной служил, то посланник Аллаху Саусалям опередил бы вас в этом и дал бы вам соответствующее указание. Но Пророк Саусалям не платил за своих жен и не брал выкупа за своих дочерей больше, чем 12 оки серебра. А одна оки равна 40 дирхамов. И мы читали, говорили, что сейчас ученые говорят, что эти 12 оки серебра примерно равны 500 дирхамов. И один дирхам примерно стоит около 7 долларов. Получается, что где-то 3555 долларов. Ну это на наши деньги, ну пусть даже 120 тысяч, если мы округлим. Вот это максимальный махр, который желательно под сунь не выплатит. Конечно, никто не ограничивает, если человек хочет больше. Тут нельзя сказать, что это харам, но все-таки это не исследование суньи Пророк Саусалям. И желательно держаться в рамках того, что указал Пророк Мухаммад Саусалям. А то, что сейчас происходит, делают на Кавказе, в Среднеазиатской республиках, в арабских странах, когда махр с ног до головы хотят посыпать эту женщину, это полное беззаконие, беспредел. Никогда такого не было. Это же не торговля, это не продажа. Махр, у него есть свои определенные функции. И если этот махр увеличивает, тогда никогда не сможет женщина выйти замуж. Но мало же кто может к ней посвататься. Мало кто может выплатить такую сумму. Поэтому сейчас в мусульманских странах брак Саусалям, он должен заключаться в 18-19-20 до 25 лет. А он за 30 перешел. Почему? Потому что пока жених это накопит, пока его семья это приготовит, там еще придано у невесты копит, ждут ханала. Уже 30 лет и ей, и ему, и детородный возраст проходит. То есть зло этот огромное. Мы сейчас иншалла будем это разбирать. И вот у шейха ибн база спрашивали, задавали ему фатва. И задающий говорит я молодой парень, 20 лет и хочу сделать полную половину моей религии. То есть жениться. Но я не могу выплатить махр, который сегодня существует. Настолько он превзошел все границы. Что вы можете посоветовать мне в этом случае? И ответ. Шейх ибн баз говорит. Достоверно то, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал о молодежь, кто из вас в состоянии выплатить махр или вообще жениться, то пусть женится, поскольку это лучше помогает потуплять взоры и оберегать ваши половые органы. А кто же не в состоянии, то пусть постится, так как пост дает то же, что и кастрация. И посланник Аллаху саллаху алейхи вассалям указал на пост тому, кто не может выплатить махр. И мы видим отсюда тоже, что махр является основной частью никаха. То есть пост дает возможность содержания, сдержания себя от всяких харамных вещей. И Шейх говорит, такому человеку надо держать пост, используют его для сдерживания, смягчения и защиты от зла страсти, насколько это возможно. Посредством поста не происходит, то есть енухи кастрация как таковой, но достигается ослабление страсти и сдерживание от нужды в этом. Итог. Вывод. То, что в посте заключено лечение от страсти, лечение желания человека иметь половую близость. Также является причиной опускания взора и причиной слабости власти шайтана, так как он двигается в крови сынов Адама, говорит Шейх. А пост ослабляет его. Пост ослабляет его. Вывод. То, что пост ослабляет это стремление, то есть к половой близости. И это влечение к половой близости достигается большая вещь истребуемого. Если будете употреблять лекарство, которое ослабляет страсть, но не прививает ее полностью. То есть пост он сравнивает как лекарство. Но наоборот, остается страсть, когда в этом есть необходимость. То есть пост на какое-то время снимает страсть, но полностью не душит ее. И человек, если, допустим, даже женатый постится, да, у него страсть его спадает. Это как лекарство. Но оно полностью не уничтожает подобные химические какие-то препараты. Когда надо, у него все чувства всегда при нем. Он может ими воспользоваться. Он может в этом ими воспользоваться. И сказал он нам Аннаове, что пост обязательно держать, и махар является условием никак, отсюда мы видим. И это фатва Шехебенбаза. И следующая фатва дает опять Шехебенбаз о чрезмерности завышения вот этого махара. И ему задают вопрос, есть некоторые отцы, которые завышают махар за своих дочерей. Ну, отец, мы говорили уже, он первый опекун Вали, который проводит переговоры. Который проводит переговоры за свою дочь. И ему говорят, мы даем такой-то махар. Он спрашивает, какой махар вы даете. Ему говорит, мы даем такой-то махар. Он говорит, мы не согласны. Давайте столько-то, столько-то, столько-то. То есть, начинает завышать. И спрашивающий говорит, мы бы хотели, чтобы вы сделали им наставление, таким отцам. Может, Аллах спааталя поведет их по правильному пути в отношении этого. И шех отличает, это общее положение и большое бедствие. Большое бедствие, а это завышение Махра. Мое же наставление для каждого мусульманина, чтобы он оставил это и остерегался чрезмерного завышения Махра своей дочери или сестры или другой близкой родственницы. И мой совет облегчать в этом и быть довольным Махром соответствующим, назначенным женщиной, основанным на ее общеизвестном положении. То есть если она, допустим, мы говорили из богатой семьи и к ней сватается такой же богатый человек, то естественно Махром может платить побольше, потому что у них такой уровень. Шейх об этом говорит, но если она из бедной, к ней сватается бедной, он не может потянуть то, что дают богатые женщины, дает богатый жених. И поэтому надо смотреть соответствующий уровень этих молодых людей, ее и его, так, чтобы это не стало обременением для мужа и препятствием для брака, говорит шейх. Все на это жалуются. На проблему чрезмерного завышения Махра и также на чрезмерных свадебных торжествах. Две эти проблемы наносят вред сегодня. Две эти проблемы наносят вред. Необходимо опекунам, а также женщинам не проявлять строгость в этом. Необходимо женщине, ее матери, ее близким, родственникам довольствоваться вещью подходящей, а также отец и остальные опекуны должны быть удовлетворены этим. Дают вам, аль-хамду-ля, от чистого сердца увидеть, что пришел человек, в первую очередь, на что надо смотреть? На религиозность. Правильно, мы это уже обсуждали. И если стоит с этой стороны религиозность, все в порядке, аль-хамду-ля, это уже мелочи. Махра это мелочи. Да, он должен быть, но из этого не надо делать трагедию какую-то проблему. Когда Суханалла уперлись вот в него, и опекун говорит, я тебе не отдам, пока не увеличат, что он говорит, я не могу, давай снижай, как будто на базаре торгуются. Ты давай дешевле, ты давай подороже. Он дает от чистой души, кто сватается, молодой человек. А девушка ее сторона смотрит. Действительно ли он дает? Они же будут все равно узнавать его положение, будут узнавать, кто он. Они же не отдадут, не зная за кого, лишь бы свою дочь из дома выпроводить. Нет, они узнают, узнают его положение, что он говорит, правду или нет. Если они видят, что она чистой души дает, хватит, аль-хамду-ля, все это и нужно принимать, это и нужно принимать. Бывает так, что отец или опекуны довольны, говорит шейх, но ее мать, сестра и подобные им недовольны. То есть женщина начинает влазить в это дело. Может быть так, что ее мать подталкивает завышение. Дочка говорит, не соглашайся, проси больше и так далее. То есть мать начинает тоже туда лезть. И вывод то, что это требуется от всех, чтобы они были довольны, не только опекун, но и мать и другие, так как они тоже влияют на своих детей, влияют на своих дочерей. Требуется от матери, тети, самой дочери, отца, братьев и дедушек, чтобы они были довольны и не препятствовали этому браку. Все взаимодействуют в облегчении махара и не завышении его чрезмер для того, чтобы облегчить брак их родственницы. А чрезмерным завышением останется дочь пленницей в доме. И не будут делать ей предложения, кроме как некоторые люди, которые могут потянуть этот махар. Они узнают, что эта семья просит такой махар. И если даже молодой человек хочет посвататься и знает эту девушку как богобоязнен, и знает ее отца как богобоязнен, то махар будет останавливать его. Он скажет, я не смогу выплатить. Если они моему брату какому-то Эйбрагиму или Махмуду отказали по причине этого махара, я тоже такой же. Я сейчас приду, мне тоже по причине этого махара откажут, и я не смогу выплатить, поэтому он и не идет свататься. И остается эта девушка в доме как пленница, потому что только некоторые, по слову шейха, могут это себе позволить. Действительно, это получается очень дорогое удовольствие. Не каждый в состоянии выплатит высокий махар. И не следует так поступать, так как чрезмерное завышение махар ведет к большой порче. Порче дочерей, сестер и парней ведет к разврату. Ведет к разврату. Все это великое зло и чревато неприятными последствиями. Также свадебное торжество не следует соревноваться в них. Вместо того, чтобы резать 10 или 15 животных, достаточно 1, 2 или 3. Вместо того, чтобы приглашать 100 или 200 человек, пригласите 5 или 10 из его самых близких родственников, ограничившись этим. Для того, чтобы затраты были меньше и для того, чтобы жених смог продвинуться к женицбе. Поэтому мы сейчас свадебное торжество тоже будем разбирать, но пока про махар вот такая вот фатфа. И поэтому шейх говорит, что в этом зло, и действительно в этом большое зло, в этом большое зло. И спрашивает также у ученых, говорит спрашивающий, мы заметили, что в наши дни многие стараются увеличить сумму махара, чтобы заключить удачный брак. От этого думают, что враг будет удачный. Что они взяли махар, они поймали богатого парня, тот выплатил махар и так далее. Но это глупые мысли, эти мысли от шайтана. Является ли это сумной? Установлен ли шариат и определен лимит для махара, который нельзя переходить? И вот шейх Мухаммад Аль-Мунаджид отвечает. Брак это одно из благословений Аллах и одно из его знамений. И Аллах говорит, среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение. И установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. В этом знамение для людей размышляющих. Алирум, сура 21 аят. Чтобы вы находили успокоение. Успокоение. Должны в никахе, в браке люди находить успокоение. И установил между ними любовь и милосердие, а не торговые отношения. Торговые отношения мы уже проходили. Брак в этом случае стоит совсем в другой стороне. И дальше шарик говорит, Аллах приказал опекунам устраивать брак для тех, кто находится под его попечением. И он говорит, сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедные, то Аллах обогатит их своей милости. Аллах объемлющий, знающий. Суран-Нур, 32 аят. Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведник из числа ваших рабов и рабынь. То есть побуждает вас спонтально. Поэтому, если кто-то может организовать свадьбу, познакомить брата и сестру, и при этом поучаствовать, он как раз попадает под эти аяты. Ему будет записана награда. И противоположно этому, то, что сказал пророк, не из нас тот, кто разлучает мужа и жену. Поэтому мы должны всяческими способами сохранять брак. Делать так, чтобы браков было больше. Искать для хороших ребят, хороших невест, для хороших сестер, хороших ребят и так далее. Искать сочетать их узами брака. В этом огромная польза, и в этом есть поощрение от Аллаха спонтально. Дальше шеф говорит, в браке есть много пользы. Например, он способствует увеличению уммы. Этот вопрос мы затрагивали. Сейчас даже кто-то женится, не стремится. Родит ребенка, живет для себя и так далее, субханаллах. Против всего шариата сейчас идет мусульманин, куда ни коснись. Еле-еле намаз выстаивает и думает, что он такой мусульманин. Да, на сегодняшний день это, к сожалению, так. На фоне основного ислама. Потому что основной ислам сегодня в чем заключается? Что считает себя мусульманином, почему? Потому что он араб, или узбек, или, я не знаю, азербайджанец, или еще кто-то по нации. Он говорит, я мусульманин. Все очень, почему? Потому что я татарин скажет. Ау-зубилля. Вот на фоне этих людей, да, тот человек, который выстаивает молитву, маша-алла, он считается крепким мусульманином. Но это не показатель. Это не показатель. Мунафики времен Пророкса, салам, намного лучше исповедовали религию, чем те братья и сестры, которые выстаивают намаз и при этом вообще отходят от шариата, от сунны. Но при этом они остались мунафиками. А мы, субханалла, сегодня, если даже, аль-хамдэ, какая-то малая группа людей в мечеть ходит, хорошо. То есть мы по ступенькам идем. Есть люди наверху, которые говорят, что они мусульмане, ничего не зная про ислам, только лишь по причине наций. Адатов, обычаев, принадлежностей групп и так далее. Все. Вниз спускаются те, которые хоть чуть-чуть знают. Зовут, допустим, имама, мулу, раз, два раза в год. Прочитали мячлист, Куран, считают, что вот это и есть ислам. Еще ниже спускаются, то есть понарастающе идет, или вверх поднимаются, можно сказать, те, которые ходят в мечеть два раза в год. Ого, это уже более сильные мусульмане. Они считают, что ислам в этом заключает. Два раза в год пошли. Айдальфидр, эйдальфадха. Все, все, ха, мы свободны. С нас груз упал. Теперь до следующего года можно ходить. Еще дальше. Те, которые что-то слышали, что три дня в начале Рамазана и три дня в конце держать фост надо. Они считаются вообще супер. Но они смотрят с удивлением другие. Потом дальше идут те, которые все-таки пост держат. Еще дальше идут те, которые дают что-то и жертвуют закат. Потом уже, потом уже те, которые ставят молитву. Эти вообще на сегодняшний день, эти мусульмане сумасшедшие. Они говорят, как? Вы как можете жить так? Это же невозможно. Что за религия такая? Еще и пост держи, еще и пять раз намаз читать. Да с ума я сойду. Как я так? А где я буду работать? А кто мне деньги даст? То есть вот такие глупые вопросы начинают задавать. Вот как сегодня строится лестница мусульманская. Конечно, на фоне этого, вот эти все группы, выстаивающие намаз мусульманин, кое-как что-то, он кажется алимом для всех. Он супер мусульманин хотя бы никак. Никак. Никакое это не преимущество. Это обязанность каждого мусульманина. Человека, живущего на этой земле. А то, что он оставляет, это не говорит о том, что он остается мусульманином. Просто он это не делает. Он говорит о том, что он вообще не понимает религию Аллаха. И на фоне вот этого, конечно, те люди, которые выставят намаз, они считаются такими сильными. Ну а они тоже женятся. А зачем дети? Давай немножко для себя поживем. То есть он даже не понимает религию. Хоть он и выставит молитву, он не понимает религию. И во многих, многие вопросы. И вот мы пришли к тому, что остаются единицы буквально, которые до конца идут по сунне, держат шариат. И вот таких вот правосудисты назвал Гураба. Вот мы пришли к тем, которые уже чужие. Они полностью чужие. У них много детей. Они не ходят на вечеринки. Они стараются из дома не выходить, делать что-то полезное. И про них говорят, совсем в пещере живем. Все. Ты динозавров видел? Вот только это осталось у него спросить. Или еще подобный вопрос. Потому что все для них, для всех, они чужие. Они чужие, они Гураба. Люди их не понимают. Даже рядом, которые братья ходят, он осуждает кого-то. Но себе он разрешил какую-то слабость. Он совершил. И если этому брату говорит, Субханал, а ты? Тут отцу натошел. На него кидаются когтями. Как ты мне посмел? Да ты совсем ненормальный уже стал. Ты фанатик и так далее. То есть такие вещи мы постоянно сталкиваемся, слышим с этим. А чтобы приносить пользу, быть полезными, это очень и очень мало. И вот про таких именно сказал посланник Аллаху, они чужие. А не тот, кто каждого ставит намаз. Именно вот эти люди чужие Гураба. И про это еще говорил Хасан Аль-Басри. Он сказал, если вы были живы сподвижники, правок саллаху, алейхи вассалям, вы посчитали, вы сумасшедшими. А они сказали, что у вас нет ни капли имана. Потому что сподвижнику было абсолютно все равно, что ты про него думаешь. Он шел и делал. Если он знал этот правок саллаху, или знал от других своих братьев сподвижников, как приходит, допустим, в хадисе, когда Саад ибн Абу Акас сказал, что-то сообщил Абдулле ибн Омару. Абдулла ибн Омар пошел к своему отцу, Омар ибн Хаттабу, переспросить у него. На что тот сделал порицание и сказал, «О, сынок, если ты что-то узнал от Саада, тебе нет никакой нужны приходить ко мне или кому-то, или вообще к мусульманам. Достаточно того, что сказал Саад». То есть они вот так относились, если они знали, что этот человек праведный, то, что даже он входит десятку обратным раем и так далее, они не переспрашивали. Им не было нужды, они верили. И вот если бы такие люди были бы живы, мы бы сказали, что они полностью ненормальные. Они бы сказали, что у нас нет ни капли имана. Вот это и есть Гуарабана в сегодняшний день. Теперь вы понимаете, какая у нас иерархарическая лестница. Или же сверху вниз, или снизу вверх, как хотите это считайте. Сколько братьев мне говоришь. Намаз совершать. Секунда. Он сделал руку поклон. Секунда. Сфханам, ну кому твой намаз-то нужен? Ты же для Аллаха делаешь чуть-чуть хушу, чуть-чуть сабр, чуть-чуть смирение. Прибавь это все в свой намаз. Чуть не торопись. Куда ты торопишься? Да пусть весь мир подождет. Ты намаз совершаешь. Ты перед Аллахом стоишь. Нет, надо успеть куда-то бежать, бежать. Один раз скажешь, два, три, но потом перестаешь. Почему? Потому что Аллах сматали говорит, Все рааля, и напоминай, если напоминание приносит пользу. И напоминай, если напоминание приносит пользу. Если ты говоришь, человек, и напоминай, не приносит пользу, рождается конфликт, на тебя обижаются, злятся, оставь его. Значит, Аллах не хочет ему блага, он не понимает. Он не понимает. Все, оставь его. Пусть он совершает намаз, хоть заданно, вперед повернувшись. Ну что ты можешь с ним сделать? А вот если он прислушивается, как должно быть в исламе, благодарит, когда говоришь субханаллах, мусульмане отдают свои детей детский сад, или же не рожают, живут сами по себе, начинают возмущаться. Ты в нашу семью лезешь, это личная жизнь, да ради бога делай, что хочешь. Но ведь ты же влияешь на умму, если бы это касалось только тебя, никаких вопросов, хоть как живи, ты сам будешь перед Аллахом отвечать, но твоя жизнь, она не может в отрыве жить от уммы. Ты взаимодействуешь с людьми, а значит это касается всех. И право Мухаммад Алсалям в этом дал далиль, если вы помните, хадис про корабль, есть трехпалубный корабль, где внизу мусульмане, в середине люди, и на верху тоже мусульмане. И вот те, которые в самом низу, в трюме, у них нет воды, у них нет воды, и они ходят через весь корабль, через верх, они ходят получать воду. То есть внизу самые худшие мусульмане, но в трюме, понятно, самые худшие места. В середине корабля более-менее, а самая верхушка, где солнце, где вода, доступ к всему, самые лучшие мусульмане, как и должно быть перед Аллахом. И вот эти люди снизу ходят вверх через оставшиеся группы людей, получая воду, спрашивая у них совета, советую с ними, те, потому что они наверху не знающие, они богобоязненные. Но один прекрасный день они говорят себе, надоело нам ходить через тех людей? Зачем нам подниматься наверх? Давайте пробьем в днище корабля дырку и будем отсюда пить воду. Вот если эти люди, которые на самом верху богобоязненные, оставят без присмотра этих людей с кого-то, корабль потонет, так есть, когда знающие, когда понимающие религию отворачивается, весь корабль уммы тонет, мы все на одном корабле, мы все на одном корабле. И поэтому мы должны делать какие-то замечания, какую-то помощь оказывать, если ты знаешь, не просто по своим страстям, а сегодня мусульмане живут так, об этом столько ученых говорили, это уже я отклонился от темы, но это будет польза, иншаллах. Они что-то делают, какой-то амаль, а под него ищут Далиль. Это даже, если бы это не было так грустно, это было бы смешно, потому что только неразумный человек так поступает, но, к сожалению, сегодня так. Он услышал что-то от кого-то где-то, начинает это совершать, и нет у него доказательств, когда говоришь, брат, ты делаешь такое дело, научи меня. Он говорит, да вот так, вот так, я слышал, тот сказал, дай мне Далиль, да ты что, он что, из пальца высосал? Это братья Ахлисуновские. А когда они сами смеются за теми, которые следуют пути, допустим, Крепко, Абуханиев или других, они говорят, о, масхабисты. А когда те им говорят, Абуханиев уже не мог взять из воздуха, они начинают смеяться, вот видите, без Далиля, а сами точно так поступают. Точно так поступают, нету никакого у них разницы. И Абуханиев, Рахимуллах, который мы любим, имам Шах, имам Малик, имам Ахмад сказали, запрещено вам брать у нас фатфа, пока вы не знаете, откуда мы это взяли. Какие на это Далиля? А сегодня кто-то что-то говорит, нету на это Далиля. Люди сразу кидаются выполнять. Подожди, эй, брат, Субханаллах, не торопись, если тем более есть противоположный хадис, живи по хадису, никогда не ошибешься. И об этом сказали четыре имамы, если вы найдете наши слова противоположные хадисам, бросьте наши слова об стенку. Вот и подчиняйся имамам. Они правильно понимали эту религию. А сегодня кто-то сказал, какой-то брат, что-то где-то услышали, в интернете прочитали, Далиль ничего не знает, сразу кидаются выполнять. Правду сказал шейх Альбани, рахимуллах. Беда сегодняшним молодых людей это то, что когда они что-то узнают новое, они думают, что они знают все. Они думают, что он знает все. Ты ничего не знаешь, ты глупый. Ты подожди, я тоже, мы все джахили. Ты возьми Далиль, если это у вас идет к праву, хотя бы к сподвижникам, и никто в этом ему не противоречил сподвижнику. Да, бери, делай. Наоборот, делай, и других тоже дай за собой. А когда у тебя нет Далиля, и ты говоришь, будет, будет, вот это и есть фитна, клянусь Аллахом, отсюда фитна и рождается. Отсюда и фитна рождается, потому что бездалильное, чего-то, что бы человек ни делал, на масле он совершает, после он держит, какие-то условия, что-то, где-то. Когда он берет, живет по своим страстям, сподвижники так не жили. Тогда и получается разлад. Потому что кто-то всегда выступит против, потом будет идти против, к сожалению, это у нас сплошь и рядом. Сплошь и рядом, вот это и беда. Вот этого сторонитесь, Мшала. Вернемся к нашей теме. И шейх говорит, Альманаджит, браке есть много пользы. Например, он способствует увеличению уммы, чему посланник А.С. будет гордиться перед другими пророками. Чего никто сегодня об этом не переживает, не думает. Чтобы у него было побольше детей, у него была многодетная семья и так далее. А также супружество защищает мужчину и женщину от совершения запретного харам и многие другие выгоды. Но некоторые опекуны в Алии ставят всевозможные препятствия на пути замужества тех, кто находится под их покровительством. Иногда они могут чрезмерно завершать сумму махара и требовать слишком большого приданного, которому молодой человек не может просто себе позволить. И они поступают так до тех пор, пока замужество не станет чем-то слишком трудным для многих желающих вступить в брак. И махар – это предписанное исламским шариатам право, которое есть у женщины. И предлагая махар, мужчина выражает свое желание жениться на ней. И Аллах говорит, даруйте женщине их приданное от чистой души суранниса, четвертый аят. И это, говорит шейх, вовсе не значит, что женщину могут купить. Это напротив символ уважения, почеты и знак, что муж желает взять на себя ответственность и выполнять свои обязанности. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, лучший брак – это тот, который легче заключит. Также он, саллаху алейхи вассалям, сказал, лучший махар – это самый простой или самый доступный. И посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, сказал мужчине, который хотел жениться, найди что-нибудь в качестве приданного. Даже если будет железным кольцом, этот хадис на той неделе, сейчас я повторил, подробно разбирали. И посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, показал нам самый лучший пример для своей умы в этом отношении махара. Так, чтобы все ясно понимали основные принципы, которые должны быть в обществе. И чтобы дух простоты мог быть распространен среди людей. И Абу-Дауд, 2125, имама Насаид, 3375, передает от Ибн Аббаса, ради Аллаху Анаху. Что Али сказал, я женился на Фатиме, ради Аллахаа, и сказал, о посланник Аллаха, pozwоль мне продолжить брак. То есть, позволь мне войти к ней. Свадьба была, и он еще к ней не вошел, и Али говорит, позволим мне сейчас войти к ней, остаться нам наедине. И посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, сказал, дай ей что-нибудь, то есть дай ей махар, дай ей махар. Я сказал, у меня ничего нет. Он сказал, а где твой щит? Военный боевой щит в Хутаме. Я ответил, он при мне. И правок, саллаху алейхи вассалям, сказал, отдай его ей. Хотя бы щит. Это опять долина на то, что махар должен быть обязательно. Без махара свадьбы нет. Отдай его ей. И шейх Альбани сказал, что это хадис Сахих. Сахих Аль-Насаи 3160. И таков был махар Фатыны ради Аллаху Анаха, дочери посланника Аллаха саллаху алейхи вассалям, которая будет, иншалла, лидером женщин в раю. И это подтверждает тот факт, что в ислам махара не является самоцелью, но он является условием. Хотя бы щит. Хотя бы щит. Иван Раджа передал, что слова Умар Абнхатаба, я вам уже приводил, что давай принянной женщине не переходите границ, сказал Умар Абнхатаб. Потому что если бы это был в этом хайр, то Пророк Исалим опередил бы вас в этом. Опередил бы вас в этом, как в этой жизни, если был бы хайр, так и в той жизни подслание Карл Абнхатаба опередил бы вас в этом. Но он этого не сделал. Но он этого не сделал. И шейх Улислам Бан Таемине сказал Мачмалу Фатва, 32 том 184 фатва, кто бы ни думал, чтобы увеличить махар своей дочери и просить больше, чем получили дочери Пророка Исалу Абнхатаба, в то время, как они были лучшими женщинами в этом мире и во всех отношениях, то невежественный дурак, сказал Ибн Тайми. То же самое применимо, то же самое говорится, когда просится махар больше, чем получили жены правок Ассаласаля. То есть лучшие женщины кто? И жены, и его дочери. Кто просит больше, и кто дает больше? Он дурак, говорит Ибн Тайми. Невежественный дурак. Это применимо, даже если человек обеспеченный и может себе это позволить. Ибн Тайми называл такого человека невежественным дураком. Что же касается бедняка, ему не следует давать махар более того, что может позволить, чтобы выплатить его без труда. Видите, как Ибн Тайми к этому вопросу относился достаточно жестко, называл таких людей дураками, еще невежественным. И также Шейх Улислава Ибн Тайми, Рахима Аллах, сказал, слова имама Ахмада по сообщению от Хамбаля поясняет, что это мустахаб, чтобы приданное, то есть махар, было 400 до 500 дирхамов. Мы уже говорили, что это сумма, то есть мустахаб желательно. Это является правильным мнением в случае, когда мужчина может это себе позволить. И мустахаб выплатить эту сумму и не более, и не более. То есть ученые, видите, порицали, что когда уплачивается большая сумма, ну, среди нас таких, наверное, нету, кто уплатил больше 120 тысяч, но тем не менее люди должны это знать, что более это порицается. И Шейх Улислава Ибн Тайми дал насчет фатвы и назвал таких людей невежественными дураками. Ибн Аль-Каим, Рахима Аллах, процитировал хадис, в которых указывает, что сумму маха надо сокращать, и не существует минимальной суммы маха. Если человек бедный, да, минимально не существует. Что, праву сусалям, выдал замуж за аяты Курана? Ну, минимум этого что может быть-то? Аяты Курана бесплатно, то, что у тебя в голове есть, и ты обучаешь свою жену. То есть это минимум, за который выдал, праву сусалям, эту женщину, за этого сподвижника, который просил ее руки. И следовательно, говорит Шейх, ясно, что когда люди в наши дни увеличивают маха и завышают его сумму, то это идет против шариата. Мудрость, уменьшение суммы маха и незавышение предельной ясно-год шейх. Это делает легким для людей замужество, и они таким образом не будут отклоняться от него, последствием чего могут быть всевозможные моральные и социальные проблемы. А какие социальные проблемы? Сухан, да проугались, он ее не отпустит. Он ее не отпустит. Самая большая проблема, которая может быть. И так и происходит в арабских странах, когда они ругаются, и развод у них должен быть. Халяль, надо отпускать. Аллах Сухан Атали говорит, мы когда будем о разводе говорить, мы будем приводить саят, Аллах говорит, отпускаться друг с миром. Но он ее не отпустит никогда, потому что Сухан, он такие деньги за нее отплатил. Она дорогая игрушка в ее руках получается. И вот он всяческим способом вынуждает ее идти на развод гуль. А гуль-развод это когда женщина выкупает себя. И тем самым она возвращает его махар, потом он стерев пот салбак говорит, ну и теперь идей. Махар отдала, все. Что сразу не могла что ли дать? Давно бы ушла. Вот к этому идет. Женщина получается как игрушка, как рабыня в руках мужа. А это неправильно, не должно быть такого. И всяческие нарушения шариата и аятов Курана. Если женщина не хочет махар, Бывают такие ситуации, что ты говоришь, я такая богобоязнь, мне Аллах послал такого мужа, у него 2 мм бороды, мне от него ничего не надо, никакого махара, все отлично, я его люблю ради Аллаха. Что в этом случае делать? Как быть-то в этом случае? И Аллах Сфантали говорит, если вы пожелали заменить одну жену другой, если одной из них вы подарили контар, ну контар золота это мера веса, то ничего не берите себе из этого. То есть опять упоминание, я другие аяты привожу, это Сурани Са 20 аят, упоминание о махаре. И Аллах Сфантали также говорит, ничего не берите себе этого, сейчас смотрите этот аят. Также Аллах Сфантали говорит, как вы можете отобрать это, если между вами была близость? Ан-Ниса 21 аят. И в другом аяте Аллах Сфантали говорит, на вас не будет греха, если вы женитесь на них, после уплаты их вознаграждения. Махара. Сураль Мумтахана 10 аят. И также в хадисе, который приводит Абу-Даут Анаса Аль-Хакин, передается, что правок Салсалям запретил, в хадисе я приводил сейчас, Али к Фатиме, пока он что-нибудь не даст ей, не даст ей. Также приводили хадис о железном кольце, аяте Курана, приводили хадис, и этот хадис, как говорит ученый, самый главный довод на обязательность махара, так как правок Салсалям сидел и думал, что же сделать, как выдать эту женщину, как их соединить. И потом придумал, что все-таки вот махар, он не обошел его, он сделал махар, но другого не было человека. Аяте Курана, аяте Курана. И поэтому, поэтому, как говорит ученый, пусть муж, ну или будущий муж, что они переговоры ведут, мягко объяснит, или жене, когда не женится, если она отказалась, или же ее представителям, скажет жене, который не хочет махар, что он не хочет подать в грех из-за ее крайности, и пусть обязательно подарит ей что-то, что послужит еще и причиной смягчения ее сердца. Видите, что говорит ученый? Чтобы мы не забирали то, что принадлежит жена махар. Если даже жена отказывается, демонстрирует тем самым, ну, как ей кажется, что она такая богобоязненная, не за деньги выходит, а ради Аллаха, да все это понятно, и мужчина тоже ради Аллаха женится, но условия никак, есть условия никак, а то следует исполнять, и махар, даже если она отказывается, надо ей дать. Как хочешь, конверт заклеил, положил, сказал, все, вот это твой, что хочешь делать, вот отдал, и тогда на тебе не будет греха, если она себя, ну, так неразумно ведет, скажем так. И опять, фатвай вопрос задают, в брачном договоре, который мы не используем, хотя надо было бы записывать желательно все действия, это лучше, и было записано, что она получила драчный домахар, но она его не получила, женщина, и стала испытывать отвращение к мужу, по причине того, что он не обманул, или же не исполнил свое слово, скажем вот так, да, ну, обман это посильнее, допустим, человек не выполнил то, что он говорил. Часто такое, братья не придают значение махару, говорит, я тебе, субханаллах, через два месяца сделаю то-то, то-то, подарю то-то, то-то, и потом он забывает, делает вид, что он кого-то не помнит, это же уже жена, какие проблемы, она что, он говорит, ты что, чем-то недовольна, какие вопросы, все, давай, все, успокойся, о чем ты говоришь, махар, я даже не помню, когда у нас день свадьев был, о чем какой-то махар, то есть всячески увиливает, это нехорошо и некрасиво. Что делать в этом случае? И Оляма отвечает, наличие махара брачного удара обязательно при замужестве. И Аллах спонталя сказал, даруйте женщинам их махар, вознаграждение, суран-ниса, четвертое, и также Аллах спонталя говорит, а за то удовольствие, которое получаете от них, вознаграждает их согласно установленному махару, суран-ниса, двадцать четвертый аят. И о махаре необходимо договориться и упомянуть его при брачном договоре. Если о брачном даре не было договоренности, и он не был упомянут при брагосочетании, то брак считается верным, а женщине все равно дается брачный дар, что и женщина подобным ей. То есть мы опять что делаем? Возвращаемся, о, обычай. Что в этой местности, сколько в этой местности, допустим, дается, ну я даже не знаю, в нашей местности, как в этом вопросе, что дается-то. Ну сколько вот было никахов прочитано, обычно дарит, ну или сережки золотые, или же кольцо, или же сережки и кольцо, вот в этом где-то пределах плавает все вот это вот. Значит, к этому должно возвращаться в этой местности и по сословию этой женщины. Богатая она, или же она чересчур бедная и так далее, и жених ее соответствует, или богатая, или бедная, или же богатая берет бедную девушку, что вполне он может себе позволить. Там надо смотреть уже на условия, но махар все равно ей дается. Даже если забыли обговорить. Бывает такое, ну, кто проводил никах, не придавал значения к вопросу, просто с головы вылетело, ничего никах действительно. Но махар нужно дать согласно обычаю этой местности. И женщина может требовать махар, который по договоренности должен был быть выплачен ей немедленно. Если он был договорен, что вот муж говорит, я тебе сразу дам. Женщина имеет право требовать. И не надо думать, что она вот такая-сякая, она действует согласно шариату. И это даже наоборот хорошо, потому что она своего мужа спасает от греха. На мужа будет грех, если он это не сделает. Если же махар отсроченный, что было не раз, когда у жениха нету возможности сразу заплатить, тогда он говорит, ну, в течение месяца я куплю тебе там браслет или цепочку, еще что-то такое, то тогда женщина не может просить, пока не истечет вот этот срок. Как только срок истек, или же часы тикают, 10, 9, 8, она уже на старт садится и начинает готовиться, разгоняться и так далее, себя настраивать, сейчас я ему дам, сейчас я вам покажу, имеет право, имеет право требовать этот махар. Ибн Кудама, Рахимулла сказал, если она отказалась от завершения замужества, пока не получит брачный дар, даже отказалась, то есть не пускает мужа к себе, у них был никак, и он ей сказал, что я тебе дам и не дает. И она говорит, у нас не будет близости, пока ты мне не дашь, пока не получен брачный дар. В случае, если махар не был отсрочен, то она вправе это сделать. Она может мужа не пустить к себе, пока он не даст. Ей брачный дар, который они обговорили, немедленный. Он сказал, вот я тебе дам и не дал. Машине, говорит, багажники. Да вон там, говорит, не волнуйся, в машине багажники, сейчас давай, это дела наши закончим, потом я выйду, машину открою, принесу тебе. Нет, вот иди, открою машину, принеси, а там мы чай попьем, посидим, поговорим дальше, а пока даже дверь закрыта будет. Имеет право? Имеет право. Ибн Альмундзир сказал, все те ученые, знания, которые дошли до нас, были единодушны. Иджма, в том, что женщина может воздержаться от завершения замужества, пока муж не отдаст ей брачный дар. Махер, если часть ее была предназначена к немедленной выплате, а другая, допустим, к отсрочной, ну, муж может сказать, вот кольцо я купил, вот на, возьми, или же у меня там лежит кольцо, я вот купил, сразу сейчас тебе отдам кольцо, а вот через месяц я начну эти вещи с сережки куплю. Значит, тогда наступит их срок. Не переживай, женщина не забудет, у нее в голове эта дата будет сверкать. Так что, мужчина тогда в этом случае не должен буянить, скандалить или обижаться и так далее, говорит, какая ты у меня жена и третья, десятая, то есть он будет неправ со стороны, с точки зрения шариата. Но, этой женщине советует, что вот у нее было отвращение к мужу, вам следует так не поступать, говорит, поговорить мягко с мужем, напомнить ему об обязанности и спросить у опекуна, может быть, опекун как-то переграл условия. Бывает так, что муж с опекуном переиграли, он сказал, я сейчас не могу, давай, что-то отсрочим, но у меня так не получается. Бывает же форс-мажор, то, что мужчина искренне хотел купить, но не пошли у него дела там, или он пошел в убыток, и он не может себе позволить. И он опекуну звонит, говорит, слушай, я обещал, ты был свидетельем, вот я тебе опять звоню, говорю, не месяц, дай мне срок еще два месяца. А жена просто про это не знала, опекун забыл сказать. И тут начинает скандал. В этом случае жена, конечно, мягко должна вести себя, поговорить с опекуном. Может быть, муж поговорил с опекуном, и они просто отодвинули время, они не знают, что он такой плохой. И вот этот вопрос. Муж интересуется, на что был потрачен маха. Он ей дал, и потом через минуту спросил, ты куда, что с ним делаешь, в копилку общие положи, это наша семья, теперь это будет наше общее. Имеет ли он право так делать? Вот этот вопрос тоже был задан. Имеет ли муж право спрашивать жена о том, на что она потратила принадлежащий маха, или вообще, где он находится там, сережка, которую он ей подарил, или кольцо, да, постоянно там ковыряться, искать, опа, взвешивать. Не отпилила ли она кусочек? А вдруг она что-то куда-то сдала, по кусочку пилит ее, сережки издает, чтобы он не заметил, имеет ли он право делать или нет. И ученые говорят, в отфа номер 101089 не разрешено мужу расспрашивать жену о махе, которую он ей дал, потому что это ее право, это его долг. Его долг, а ее право, которое он обязан дать ей. Видите, все ученые говорят, что он обязан дать маха. Поэтому маха это очень важная тема. Даже, буду откровенен, я раньше тоже не придавал такое значение маху, ну, думаю, маха, ладно, что там договорятся между собой, смотрите, насколько важно, что она может прекратить даже брачные отношения, пока не будет выплачены. И имеет право. А муж в этом случае будет неправ. Муж в этом случае будет неправ. Взамен на эту малую сумму денег, говорят ученые, которые Аллах даровал женщине, право на покровительство, на попечительство от этой женщины, берется у женщины и отдается мужчине. Все, он над ней становится. Он выше нее становится вот за этот маха. Ей маха, а ему покровительство, как приходит из шариата. И то, что он тратит на нее и маха, все это взамен на вот это покровительство. И Аллах сказал, приводит Далиль, мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, потому что они расходуют из своего имущества. То есть мужчины расходуют, Аллах с фанталии дает ему покровительство. Сураниса 34-й аят. Мы отсюда берем пользу, огромную, это может трактовать и так, и так, и так. Мы вкратце скажем, что у мужчины преимущество перед женщиной, исходя из этого ядра. Но он обязан ей дать маха, потому что он расходует из своего имущества. Имам Ат-Табари сказал, мужчины ответственны за своих домочадцев, воспитывают их и заставляют выполнять их свои обязанности перед Аллахом и перед собой. Потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, потому что они тратят на них и собственных денег, и заботятся о них. Таким образом, Аллах возвеличил их. И так как они попечители, то женщины должны подчиняться своим мужьям. Ат-Табари, пятый дом, 57-я фатва. И дальше говорит, махар это право женщины, так же как покровительство права мужчины, так же как она не должна ослушаться его по причине его покровительства, так же и он должен отдать ей ее право. А это ее махар. Это ее махар. Мужчины должны бояться Аллаха в отношении махар своих жен и дать им их махар. Потому что женщины слабые, и мужчины должны давать им их права. Я вас фонтально сказал, вот те, которые уверовали, будьте верны своим обязательствам. Будьте верны своим обязательствам. Сура Аль Маида, первая яда. Это яд мы разбирали когда? О чем говорили? Это год ли был. Ну, и это тоже можно. А еще? Вот те, которые уверовали, будьте верны своим обязательствам. Нет, аливер. Субханаллах, шесть дней гигантский срок Вот я уже который раз убеждаюсь Гигантский срок, это вообще очень Как вы, Субханалла, будете знания передавать-то дальше? Или те медики, которые учатся Скажите, какие в поликлиниках будете работать Мы туда не будем ходить Если вы же за шесть дней забыли, Субханалла То, что мы с вами берем, как вы можете лечить людей? Как у вас это все в голове будет? Условия Никаха мы разбирали Есть условия в Никахе, можно ставить? Тише, Субханаллах, тише, на кого-то я не разбирал их Ну вот этот аят и далиль был Те, которые уверовали, будьте верны своим обязательствам Если тебе поставили условия, и ты заключил Никах Заключил договор, принимая эти условия Ты должен быть верен этим обязательствам Аллах тебе говорит, вы начинаете мне торговлю Все уже торговлю осталось Сейчас мы разбираем фикс семьи Неужели, Субханалла, у вас так быстро с головы выветривается? Ладно, и брачный контракт Это самый важный контракт, который мусульмане обязаны выполнять Мы же подробно разбирали, что может А вторая жена, не вторая жена Из дома ее забрать, не из дома забрать Что она еще может Она поставила ему условия, что он бросит курить И так далее, и там подобные вещи И все ученые на это аят опирают Субханалла, а это первая аят Вот те, которые уверовали, будьте верны своим обязательствам Потом будет у вас проблема, или же кто-то вас спросит Скажет, как я вам рисовал сейчас лестницу Этот брат мечей отходит, наверное, он большой алим Надо у него спросить Слушай, объясни мне А алим сидит и глазами хлопает И еще чем-то Что же такое у меня спрашивают? Это вообще откуда? Ты что? Ты, оказывается, сам алим Ты такие еще названия знаешь? Вот так вот бывает Субханалла, но чуть-чуть должно быть стыдно, ребята Это же элементарные вещи Сейчас мусульмане, знаете, вот я поражаюсь все больше и больше Как рассуждают о вопросе жизни и смерти среди мусульман О вопросе крови Вопросе еще чего Вопросе куфра Где даже большие уляма Стараются лишний раз не заходить в эту тему Потому что эта тема гибельная для человека Потому что это если темы ты не знаешь Ты не выплывешь никогда И в этом много будет зла Мы легко За любым чаем Где бы ни собрались Да, тот, наверное, кафар Потому что у него пробор на левую сторону А должен быть у всех мусульман на правую сторону И начинаем так фирить направо на леву Субханалла А как вопрос фикха семи У которого у каждого мусульмана должна быть Ты будешь хады или нет? Будешь выносить фатва, что он кафар или нет? Это еще большой вопрос Скорее всего не будешь Будешь решать вопросы жизни и смерти мусульмана или не будешь? Это большой вопрос И скорее всего не будешь А фикха семи Ты же будешь, ты будешь отцом Ты будешь мужем Ты будешь, есть брат И так далее Ты есть, наверное, дядя Ты покровитель Ты будешь твоей дочерей выдавать А у тебя в голове пусто Как ты будешь это делать? Я удивляюсь, что субханалла Вот сегодня как мусульмане живут И в этом православе что сказал? Лучший ислам у того Кто не лезет туда, что его не касается А сегодня мусульмане, конечно, старают свой длинный нос Засунут везде, где его не касается Осуждает всех Этот брат не так Этого не себя слушает Того не себя слушает Субханалла А сами, чтобы что-то в голове запомнить На это у нас мужества не хватает А вот язык у нас, да, без костей длинный Делайте выводы Делайте выводы И передать, что Уба ибн Амир сказал Послан Николасу Ассалям сказал Самые необходимые для выполнения условия Это условия, посредством которых Становится, что? Дозволенным Да, дозволенным Халяль Жена мужа То есть половая близость Имам Аль-Бухари 2520 Имам Муслин 2542 И после того, как говорит Уляма Как женщина получила свой махар Там, неважно, как они обговорили Это земельный участок, может быть Пожалуйста Золото Обычно Вот, проксалям Серебро Дирхамы дарил, да То есть это и деньги Серебро было Время послания Ассалям Муж не имеет права Заставлять тратить Эти средства На определенные цели Если только она не тратит Деньги на харам Но муж не имеет права Ее махар Заставлять тратить Он может ей посоветовать Сказать Я считаю, что было бы разумно Если ты потратилась туда Но заставлять нет Если она тратится На себя, на семью Пожалуйста, это ее право Вот это та область Которую мужчина уже не может касаться Махар Это ее Если только Она не тратит на харам Потому что мужчина В этом случае, конечно Должен ей воспрепятаться Так как он ее попечитель Сейчас мы это уже поняли И взяли И ученый говорит Если все-таки же такое происходит И мужчина Лезет Запрещает Более того, принуждает Общую копилку Бюджет семьи Бросит этот махар Тогда с ним надо поговорить С мягкой женщиной И напомнить О правах и обязанностях И сказать, что Это не входит в его права Ну, я не знаю Как мужчины, конечно К этому отнесутся Но именно Скорее всего будет скандал Потому что сегодняшние Мужчины очень Скажем так Не думают о правах других Только знают о своих Даже не правах А страсти Потому что он будет Переходить, скорее всего Границы Аллаху алим Аллаху алим И вот вам еще один вопрос Иншалла Вот мы сегодня это разберем Махар Уже полностью Чтобы вы знали Какие условия бывают Потому что многие мужчины Переступают это А женщины стесняются Напомнить И совершают неправильные вещи Скажем так Допустим Женщина спрашивает Женщина задает вопрос У нас была хитба С молодым человеком Два года назад И спустя год У нас был никак То есть брачный договор Но мы до сих пор ждем Пока будет готов Наш семейный дом Моя проблема с ним в том Вот вопрос Смотрите Сам вопрос И что она спрашивает У алимов Моя проблема с ним в том Что он хочет Все супружеские отношения Но без свадьбы То есть полностью Заходи Половая близость И так далее Если я откажусь То он угрожает Что оставит меня Он сомневается во мне так Что не позволяет мне выходить Или общаться с друзьями И он заставил меня Оставить работу На том основании Что это защитит меня От попадания в харам Пожалуйста Учтите Что я никогда не думал о том Что он думает То есть о хараме Также он не уважает мою семью И он всегда оскорбляет их Ругает их И он обвиняет их в том Что они неправильно воспитали меня Но в то же время Он хочет Чтобы я шла к его матери И веселила ее И если она плохо относится ко мне То я должна извиниться Пока она не станет довольна И пожалуйста Геда Дженщина Учтите Что до сих пор Он не сделает приготовление в доме То есть не собирается Как-то шевелиться Что-то настраивает в этом доме И он всегда приводит оправдание Говоря, что плохо себя чувствует Когда я работала Говорит эта женщина Я тратила половину зарплаты на него Обеспечила, кормила его И он заставлял меня покупать Подарки для его семьи Есть ли у него на это право Есть ли грех на мне Если я не буду делать того Что он мне приказывает Видите, как ситуация такая Очень непростая То есть Хитва была два года назад Потом спустя год У них был в Никах И после этого он обещал Что у них будет дом И так далее Под предлогом этого Ну дом до сих пор Дом где-то есть Но он не готов И так далее И он вообще Даже не шевелится В этом направлении Но требует от жены Вот таких вот условий И ответ Во-первых Хвала Аллаху Если брачный контракт Бы заключен То есть Никах По нашему Никаху То вы стали его женой И дозволено мужу Вступать в половую связь Со своей женой Когда он пожелает Но она может отказать ему Пока он не предоставит ей махар Или же Не выполнит свое обещание Не подготовит семейный дом для нее Даже смотрите в этот вопрос Ибн Мунзир передал Что ученый единогласен Что женщина имеет право Отказать мужу В половой близости Пока он не отдаст ей ее махар Аль-Мухни Седьмой том Двусотая фатва Аль-Касани Сказал Что женщина имеет право Отказать мужу Пока он не предоставит ей Жилище Которое он ей обещал Это шариатское правило По этому вопросу И шейхи говорит Мы боимся Что этот мужчина Не относится к серьезно К обеспечению дома И не старается жить в нем И построить семью Ему достаточно получать Удовольствие При встрече с вами И вот такая жизнь устраивает А то что обеспечит семью домом Стараться в этом направлении Нет Его это не волнует Его это не волнует Поэтому говорят Мы советуем Не отвечать на его требования И не позволять ему Уступать половую связь Пока он не обеспечит вас домом Это вдохновит его Обратить внимание И поторопиться с организацией свадьбы И защитит вас И дальше говорит Половой акт может быть Результатом давления с его стороны И слабостью с вашей После чего может быть беременность И это приведет к плохим последствиям В случае развода Или задержки свадьбы И после того как узнают люди То есть с таким мужчиной Может быть и не жить А ребенок будет Ребенок будет Надо смотреть последствия Во-вторых Если ваша работа Дозволена Избавлена от харама То не советуем вам Оставлять ее Потому что этот муж Ненадежный Ненадежный И в крайнем случае Вам стоит сохранить Вашу работу Взяв отгул Пока вы не найдете То что нравится Вашему мужу Потому что он может Вас оставить и бросить И вы останетесь Без ничего В-третьих Необходимо уделить внимание Религиозность И характеру мужа И необходимо выяснить Совершает ли он молитву Постоянно и отстраняется Или от харама Из вашего вопроса Видно что это Нехороший мужчина В этом плане Поэтому ему легко Оскорблять ваших родителей И пугать оставлением Мы не знаем Как такое может сказать Мудрый человек Который понимает вещи Правильно ли это Будет оказывать давление На свою жену Угрожать совершить Зина В качестве наказания Для нее То есть он говорит Если ты не будешь Со мной близости Я пойду и буду с другими И так далее Буду совершать Зина И ученый говорит Как вообще у него Голова работает после этого Это указывает На серьезный недостаток В религиозности И в его разуме Видите В религиозности И в его разуме Если бы у нас Спросили об этом До замужества То мы бы посоветовали Не выходить замуж за такого То мы бы посоветовали Не выходить замуж за такого Но так как Никак уже заключен То мы скажем Если он пренебрегает молитвой Тогда вам следует Делать ему наставление Если он не исправится Тогда разведитесь с ним Разведитесь с ним Ведь нет блага В браке с мужчиной Который беспечен К своей молитве Четвертое Если станет ясно Что он тянет И несерьезно относительно подготовки дома и так далее, и он плохо относится к вам и вашей семье, даже если он молится регулярно, то мы советуем вам оставить его, если вы освободитесь от брака, отказавшись от своих прав. То есть опять развод хуль будет. Если она скажет, ладно, я дам тебе свой махар, все, дай мне развод, и по причине его указать причин. Тогда развод будет. И даже ученые, видите, говорят, что надо с таким человеком развестись. Скажите своей семье и всем вокруг, что считаете, что он не подходит вам. Мнение семьи в этом вопросе обычно близко к истине, потому что они смотрят на вопрос с позиции мудрости, вдали от эмоций, которые иногда ослепляют. У них также есть знания и опыт в этих делах. То есть, видите, советуют девушки, советуют со своей семьей. Поэтому мы считаем, что следует обсудить это со своей семьей и поступите так, как они советуют вам. И молитесь Аллаху о наставлении, то есть совершайте молитву из тихара. Ведь он не оставляет того, кто желает наставления. И тот, кто просит совета, не пожалеет. То есть, видите, даже в этом вопросе, если мужчина вот такой оказался, жена живет отдельно, он ходит к ней, там, Аллаху алим, сколько раз в неделю или в месяц, когда у него возникнет потребность с ней, и совершает с ней близость. При этом он или махар не дал, или же не печется о том, чтобы предоставить ей жилье, и еще ведет себя таким образом, что оскорбляет, и небрежен к молитве, и пугает ее, что если ты не будешь со мной, я буду совершать зина, то такой муж не нужен. И ученые говорят, лучше будет даже с ним развестись. Поэтому, братья, будьте в этих вопросах внимательны. Это не значит, что можно жить в картонной коробке где-то, и быть счастливым. Нет, Пророк Саусулян сказал, что в четырех вещах есть благо. Это большой хороший дом, праведная жена, праведный сосед, и хорошее средство передвижения. Также зло в обратных четырех вещах. Поэтому большой простой дом в каком плане? Когда человек рассчитывает, так, у меня, допустим, там, столько-то детей, для них нужно вот даже подвое в комнате, если они будут, для них должно быть столько-то комнат, и так далее. И рассчитывать примерно. Это не значит, что в одной комнате, или в полкомнате, ютятся у него сколько-то детей, и еще они, притом, разнополые. Это говорит, что человек не понимает вопроса. Дети через несколько лет вырастут, как они будут вместе с собой. Пророк Саусулян сказал, про достижение детей с 7 лет, разделяйте их в постели. Разделяйте. До этого, да, когда сестры с братьями спят, возможно, с 7 лет их надо разделять. А если у тебя одна комната, или полтора комнаты, как ты их будешь разделять? Куда ты их положишь? Даже если их разделишь, он на полу спит, а на диване дочки спят. Ей надо переодеваться, ему надо переодеваться и так далее. То есть, опять это все смешение. Нельзя этого делать. Поэтому мужчина должен об этом беспокоиться и думать. Другое дело, когда у него нет возможности. Сейчас, понятно, положение мусульман таково. Никто не может осуждать. Братья работают целый день, стремятся обеспечить и так далее. Ахамдуля, очень много хороших братьев, которые стремятся на пути Аллаха что-то сделать. И не получается. Жилье сегодня купить, ну вы знаете, это колоссальные затраты, трудности и так далее. Это другой вопрос. А вот когда он беспечен в этом вопросе, лентяйничает, и он же сам будет отвечать. И жена это видит. Вот это другой вопрос. Это человек должен обеспечить. И даже ученые дают такое наставление. Если он беспечен к молитве, беспечен к жене, оскорбляет ее, у него нету разума, он беспечен к религии, то такого человека нужно оставить. Никакого блага от него не будет. И этот вопрос, я просто хотел, чтобы он плавно перетек другой махрам и закончили. И вот видите, какой муж попался, да? Ну скажем так, недалекий муж. И этот вопрос перетекает в другой сразу. Что делать, если, допустим, жена приняла ислам? Жена приняла ислам, и как же ей дальше жить с мужем неверным? Часто такие ситуации возникают. Я видел женщину, у которой уже третий год, она третий раз в хадж приезжает, и вот рассказывала, что все третий год ждет, когда ее муж, у них дочь взрослая, когда же он созреет, примет он ислам, и так далее. То есть третий год живет с неверным. Как же быть в этом случае? И ученые говорят, нет среды ученых разногласия в том, что мусульманка не может выходить замуж за кафера неверного, как и не может оставаться жить с неверным, после того, как она приняла ислам. И нет между этим положениями разницы. Нет, вот она приняла ислам, она не может уже жить. Все. Да, это сложно. Жена дошла до того, что аль-бхамдулилли ислам это истина, и она принимает, ну, субхан Аллах, у них брак, они живут 30 лет в браке, у них уже взрослые дети, до нее только дошло, сколько таких случаев. Муж ни в какую, пьет, гуляет, курит, и так далее, и тому подобные вещи, не молится, смеется над своей женой, которая вдруг одела платок, вдруг встала на молитву, поклоняется Аллаху, стал и богобояз Bite, держит полст, Аль-Хамдули-Ля, Аллах ей раскивал сердце. А мучно от ней смеется, издевая, О, говорит, что вместе вчера с тобой Новый год справили, а сегодня ты меня еще учишь. И такие вещи часто происходят. К сожалению, это часто бывает. Что в этом случае делать? Ученые говорят, и она не может жить с кафером после того, как принял ислам. И нет между этими положениями разницы. И довод ясный в словах Аллаху спонталя. Вот те, которые уверовали Аллаху спонталя, говорят, когда к вам прибывают переселившиеся верующие женщины, то подвергайте их испытанию. Подвергайте их испытанию. Аллаху лучше знать об их вере. Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверным. Ибо они не дозволены для них. Женщины верующие не дозволят для неверного. И те, не дозволены для этих, возвращайте им неверным то, что они потратили на предание маха, пожалуйста, отдайте. На вас не будет греха, если вы женитесь на них после уплаты их вознаграждения маха. Аль-Мумтахана, 60-40, 10-й аят. И вот этот аят далили на то, что Пророк Салам не возвращал мусульманных неверным курашитам. А они считались автоматически разведенными. И после аидд-а-срока мусульмане женились, когда они отдавали их махар их бывшим мужьям. А мужчин можно было отдавать. Кто после этого скажет, кидет камень в ислам, что мы женщин хуже ценим, чем мужчин. Мужчин можно было отдавать, потому что их, естественно, убивали, пытали там. Это не секрет. А женщин нет. Женщин всегда мусульмане берегли, но мужчине уже это его судьба, его участь. Он сильнее, он впереди. Так Аллах Салам распорядил, что Пророк Салам возвращал мужчин, но женщин нет. И в этом аяте говорится, что они не дозволны для них, неверные, и те не дозволны для этих. Имам Аш-Шафи, этот аят, так делает Тафсир, и Аллах не сделал разницы между женщинами, принявшими ислам раньше мужа, и между мужчинами, принявшими ислам раньше жены. И Аллах Всевышний сделал запретом для неверных верующих женщин. И они не дозволны для них ни в каком положении. И ученые не разногласили относиться на это. Из книга Великая, мы когда имам Шафи проходили, Аль-Умм называется, то есть мать, да, как бы книг вот этих всех. Пятая глава, 153 фатва. Также передается хадис. Дауд ибн Хардис рассказывал. Был человек из племени Бану Таглиб, который звали Рубада ибн Номан ибн Зура. У него была жена из племени Бану Тамим. Этот Рубада был христианином, а когда ислам приняла его жена, он отказался принимать его. И тогда халифом был Омар ибн Хаттаб, он разлучил их. Смотрите, мужа жену разлучает. Хотя мы знаем, что в исламе нет худшего греха, когда ты разлучаешь мужу жену. Но в этом случае халиф разлучил их. Потому что ее муж не захотел принимать ислам, а его жена приняла ислам. Ибн Абушейба, 90-е хадисы. Однако, какое было разногласие среди ученых? Разногласие было, когда муж Киафе принимает ислам после того, как жена его приняла и ушла от него, следует ли им по новой делать никак или же нет. Допустим, женщина, все, альхамдуллях, она приняла ислам и ушла от своего мужа. Все, на пути Аллаха, ради Аллаха, рассталась с ним, хоть им, может быть, много лет жили, это очень сложно, это очень тяжело, это семья. Вместе они жили. Но она, Аллах спонталя, подверг ее такому испытанию, она выдержит, уходит от него. Но потом муж одумывается, что в этом случае? Никак действительно не перечитывает или не перечитывает? Вот в этом вопросе у них были среди ученых разногласия. Но сильным мнением является мнение тех ученых, которые сказали, что Никак между мужем Киафером и женой мусульманкой останавливается, а не нарушается. То есть он как бы притормозил. Люди ждут, что будет дальше. Ждут от ее мужа, какое действие он предпримет. Им харам – половая жизнь. И если у принявшей ислам женщины пройдет срока ридда, то есть которую она должна выдерживать в случае даже развода, а в этом случае он автоматически наступает, то она имеет право выйти замуж, если муж не одумался. Даже если он считает ее своей женой, она говорит, с этого момента у меня идет срока ридда, если ты не примешь ислам, я ухожу от тебя. И после этого срока ридды она становится автоматически вводной женщиной, и она имеет право выйти замуж с другим мужчиной. Хоть муж там будет, не знаю, с ружья стрелять, скандал поднимает, но по шариату у нее есть право. И ее брак с новым мужчиной халяль, а вот с этим харам. И если же она не выйдет замуж, а ее муж впоследствии примет ислам, она может вернуться к нему, не обновляя Никаха. Потому что Никаха у них этот цилий, он просто был приостановлен. Далиль, хадис от Ибн Аббаса, который рассказывал, посланник Аллаху Саламу вернул свою дочь Зайна, Абдул-Аса ибн Ар-Рабиеву, спустя шесть лет после первого Никаха. Ее муж, зять, получается, пророк Салам, муж его дочери, он не принимал ислам. Шесть лет прошло, как разлучились муж и жена. Дочь пророка Мухаммаду Салам ушла от своего мужа, и прошло шесть лет. И после этого ее муж принял ислам, и пророк Салам просто вернул ее, не совершил заново Никаха. Это говорит, что этот их Никах был в силе, просто он был остановлен. Но у женщины есть право выйти замуж. Вот если она выйдет замуж в этот момент, тогда все, тогда Никах аннулируем. А если она просто ждет, и ты не выходишь замуж, ну все-таки, может, муж одумается, но вместе им нельзя ждать. И жить, как обычно в супруге, она должна ждать отдельно. Где-то, там, у дома, у себя, у родителей, ну каким-то образом, но не попускай его к себе. Да, она может ждать. И тогда муж одумается. От Тирмии, этот хадис передает 1143, Ибн Маджа, 2002, хадис Сахих. И шейх Ибн Аль-Каим сказал, постановление посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, указывает на то, что Никах, мужа неверной, жены мусульманки, остановлен. Если он принимает ислам прежде, чем завершить ее Аидда, все, она приняла ислам, Аидда пошла. Она считается разведенной женщиной, ну даже не полностью разведенной, а приостановлен в Никах. Она считается женщиной, как бы подвешенной состоянии, женщиной выбора. Но Аидда у нее идет. Если он принимает ислам прежде, чем завершить ее Аидда, то она его жена. Если же все Аидда пройдет, то она вправе выходить за кого пожелает. Говорит Ибн Аль-Каим. Если же она пожелает, то может ждать, пока муж примет ислам, но ждать отдельно от него. И если он примет ислам, то она его жена, и нет нужды в обновлении Никаха. Задуль Маак, пятый том, 137-я фатва. Вот на этом я бы сегодня хотел остановиться, иншаллах, тут вот дальше в этой теме мы будем разбирать, может быть, все-таки закончена в следующей неделе вот эту, ну посмотрим, иншаллах. Там вопросы, тут теперь по-другому, если наобращенный мусульманин, следует ли ему покинуть жену, если она не стала мусульманкой? То есть будем разбирать такие моменты, как же быть, когда вот сейчас это у нас актуально, особенно, сейчас принимает очень много, хамдуля, людей, которые вчера еще не были мусульманами, и у них семьи, жена или муж, и в семье такая очень непростая ситуация возникает, когда один из них стал мусульманином, а второй не то, что даже не хочет, он еще и против, получается. Или же, наоборот, этнические такие мусульмане, скажем, которые жили, джахили они, в общем, они не думали, и тут кто-то из них, ладно, муж, он там на жену может повлиять, но вот когда жена становится на путь Аллаха, то как она с мужем-то справится? Вот это уже, конечно, очень сложный момент, мы, иншаллах, будем разбирать. Если есть вопросы, пожалуйста. Два вопроса. Первый, вот насчет Далили, вот было отручено мнение у кого-то, если я не помню кого, женщина может отказать мужу в головой близкости, пока тот не отдаст ей Маха. Вот, например, если такая ситуация... Это все ученые говорят? Иван, Мудзир, Иман, Куртуби, Ше, Мнаджит и другие, все были из-за нагласий. Нету разногласий в этом вопросе. Ну, вот какие толкования, которые опирают подходить? Ну, Маха – это обязательная вещь, вот на это опирают. А если он не исполнил обязательную вещь, то никак приостановлен? И второй момент, я не совсем вот сам понимаю, что такое вот именно срок ИДА для принявшей Ислам женщины. Поскольку вот ИДА, насколько я понимаю, для чего? Для того, чтобы муж мог ее вернуть. А здесь нет такой уходов, нет? Самое главное, да, это первое. Ну, и второе условие – мы должны знать, от кого беременна женщина. Вот ИДА этот вопрос решает, если вкратце. Ну, даже если она беременна от него, она все равно уже к нему не займется, если они беременны сам. Почему? У нее ИДА с рождением ребенка заканчивается. У ИДА свои есть положения. Давай не будем залазить в ИДА. Поэтому вы просто сейчас еще судите об ИДА, не зная положения. У беременной ИДА заканчивается с рождением ребенка. Хоть у нее был завтра, она родила ребенка после развода, или же 8 месяцев она ждала, заканчивается с рождением ребенка. Это положение ИДА беременной женщины. Мы должны знать, кого, что и как, чей-то ребенок. Все вопросы должны быть решены. Вот 3 месяца это указывает. Если она беременна, проявится. Если она не беременна, никто не обвинит ее, что она от бывшего мужа забеременела. Это значит будет, если она выйдет замуж после Рида Это будет уже ребенок другого ее мужа Принлижать другому роду, вот и все Ну и конечно право мужа вернуть ее Вопросов нет, да? Ну если она беременна, она сама опять не будет, пока не родится ребенок Конечно, но это же Ида у нее Это Ида, я говорю, Ида есть свои условия Но это все-таки как бы его подстегивает Просто он может быть в нее угол начнет работать Жена ушла, семья разрушилась, столько лет жили вместе Значит это не просто так Она же сделала это не ради денег, славы другого мужчины Он это видит и понимает, он все равно это понимает Что она сделает ради Бога, ради Аллаха Она пожертвовала всем ради Аллаха на его пути И он должен вообще задуматься о такой момент Субханаллах, моя жена ради Аллаха сделала такой поступок Не ради денег, не ради какого-то другого мужика Она сидит вот и не выходит замуж, она ждет Если бы там были деньги, ну все бы знали Это же скрыть невозможно А это она сделала ради Аллаха, она мусульман стала А я какой? Если он такие очевидные вопросы не понимает Ну тогда все, скатит ему дорогу, пусть идет Она свободная женщина Она обнимает, но сразу начинается Да, как она приняла ислам, сразу начинается Но там у Инты есть условия Она должна очиститься, она должна очиститься У них не должны половых отношений и так далее Но ученые говорят, как только в этом вопросе Да, она приняла ислам, все, неверно, ей харам Потому что Аллах запретил Мумтахана сейчас перевел аят, 10 аят Все, сразу, автоматически она не верит Потому что эти женщины в времене права Они тоже прибегали к Року Мухаммаду Оставив свои семьи Это было много жён И когда права не знал, что с ними делать Когда это приходили мужчины, а братцы пришли женщины С мужчинами он их возвращал, потому что договор был скоро рассчитан Права никогда не нарушал договор Аму Аллах велит, Сураль Майда, какой я? Первый Будьте верны своим обязательствам, Аллах говорит Обязательство, что он хлопнул руками Даже с курочитом неверным И этот договор, он не нарушал его Аллах ему велит, мусульманин соблюдает договор А тут пришли женщины, что с ними делать Их же жалко, это женщины И он ждал откровения от Аллаха Пришло откровение, всё, вопрос решили Но он ни одну женщину не вернул А мужиков возвращал Потому что они стали им харам, всё сразу, мгновенно Эта женщина, ну сколько они в пути были? Ну, недели, 10 дней были Всё, их еда пошла И вот он и говорит, выплачивайте Они могут жениться, сахабы, на них Когда у них пошла Ида Если они вернут им махар Проблем нету Всё, они, так и было Ну, Ида у них не прошла Почему тогда не вышла замуж? Ну и что? Если она не вышла замуж Никак приостановлено Так учёные трактуют Никак в силе Да, хоть Ида прошла Ида прошла, она живёт у своих родителей Допустим и ждёт Но она любит его Любовь между людьми никто не отменял Брат, с этой стороны подумай Это её муж, это отец её детей Да, вот он такой бестолковый Он не понимает, что такое религия Аллаха Он не на пути Аллаха ещё У него просто ветер в голове, скажем Но она его любит всё равно Дети, отец нужен детям Семья нужна Она всё-таки надеется, что И ей другой мужчина, скажем, не нужен Вот с этой стороны надо же тоже думать Чувства среди людей никто не отменял Она сидит где-то там с детьми, с родителями Она ждёт, что всё-таки муж С её стороны Едут к её мужу Разговаривают мусульмане в Алиге Говорят, слушай, ну надо же Мусульмане быть в тайном пути Аллаха И у вас семья восстановят И тогда восстановят всё Никак не перечитывай И православный, главный, Далиджи Православный, через 6 лет вернул свою дочку И не перечитал никак Это самый главный довод Поэтому учёный говорит Никак не перечитывай Этот вопрос мы не поднимали Я сегодня как раз приготовил Но это на следующий день Никак заключённый до ислама Он в силе Это даже будет христианский акт Акт венчане в церкви И так далее Гражданский брак Он считается никак Его не перечит Сахабы, когда принимали ислам Семьями, они не перечитывали Заходили в ислам и всё Это правило Поэтому он в силе остаётся Венчане в церкви То есть смотрят на обычаи Никаком является тот обычай Который в этой местности Делает мужем и женой Девушку и парню Пусть это будут христиане Пусть это гражданский брак ЗАГСи, который совершили Но все знают, что Света, жена Вадима А потом они приняли ислам Всё, у них Никак Не перечитывай И забрать назад Если она откажется Вот таким образом Сама лично Ну нет проблем Потому что она распределилась Таким образом Не может И не можем её порицать Тут вопрос Не ограничивает свободу женщине Если она решила Таким образом Отдать своего мужа Махар Нет проблем Я просто не вижу Бригады к этому Если ты дал Свидетели Видели И она потом тебе Отдаёт его назад То какая-то в этом проблема Видели, что ты отдал ей Махар Знает её опекун Всё, конечно Они должны знать Что опекун Минимум должен знать Что ты отдал Махар Чтоб потом не было у вас войны Она скажет Что он мне не дал Пойдёт шаряться в суде Нечестно оказывается Женщина И скажет Я хочу с ним развестись Что-то ей не понравится тебе Допустим И она сделала предлог Что не дал Махар Махар Ты вот сообщи Опекуну Скажи Я вот звоню тебе Я отдал ей сегодня Спроси у неё Ну каким-то образом Визвестие поставить Лучше делать при свидетеля Семейные отношения Такие тонкие отношения Что лучше всё Со всех сторон защититься Не в том Что у вас будет Какая-то война Но мало ли что Тот же Вали Скажет Я не видел Это то было Воздействие На него будет Она То есть там Любой ссоры в семье Этот вопрос поднимет Забудет Просто-напросто А Вали Это слышал Видел И так далее Поэтому Вали Свидетели Должны Какие Благочестивые С точки зрения Славы Чтобы они Это просто подтверждали Вот когда При них Ты отдал И она потом Тебе вернула Проблем нет А вот допустим Ты не при них отдал И она тебе возвращает А потом скажешь Да он мне намекал Чтоб я ему вернул Я вернул Я не хотел так делать Зачем Вот этот момент Надо избегать А так она может Даже может быть Что муж обеспечивает Семью Ему тяжело Ну дела не пошли Какие-то убытки Или еще что-то И жена говорит На вот ты мне дал Там золото Продай ради Аллаха Давай пусть там У тебя дела будут хорошо И это нормально Но в большинстве случаев Так и происходит Просто это же вопрос Не обсуждается Когда это В большинстве случаев Так и происходит Жена же тоже Ну не совсем глупая Это ее муж Это отец Дети Она видит Что он искренне старается Бывает что Не хватает ему На развитие его бизнеса Или еще что-то Она ему помогает Чем может И так и должно быть Он должен помогать жене Она ему Этот вопрос не обсуждает Это она по своей воле делает Тут мы просто обсуждаем Права женщин Потому что мужчины Часто ее права нарушают Вот эту сторону обсуждаем А так что это происходит Об этом даже никто не знает Об большинстве семей Так и есть Когда жена видит Это нормальная семья Если будет безразлично Жене что происходит С положением ее мужа А мужа будет безразлично Что происходит С положением жены С пханала Ну это что за семья такая Где же переживания Где страдания Где любовь Поэтому нет проблем В этом деле Это одеть По моему Если знаете Маслевая семья Что он Я не знаю Это в хадисе Нет Просто махар Он должен быть что-то ценное Что смысл махара Просто деньги Пророк с руслям Были тогда серебро Дирхам Это надо понимать Дирхам Это драгметалл Он всегда в цене Хочешь ты из него Перельешь что-то сделать Кувшин Он будет все равно Серебряный кувшин Который будет стоить Деньги хорошие Или же оставишь ты В кругляшках Вот эти вот дирхам Они тоже будут Даже если поменяется власть Придет новый халиф Он отменяет деньги Но серебро-то никто не отменял Серебро всегда можно продать Это всегда будет деньги Или золото Допустим ты дал Динары золотые Выплатил И поэтому махар Он какую-то ценность должен иметь Что? Махар же это Он ценность Когда женщина Сама решает Как на себя его тратить Не дай Аллах Что-то с ее мужем случилось Он кормилец Он ее стена Он защита Он железобетон За которым она находится Так должно быть Ну и не дай бог Что-то случилось Не дай бог И она осталась с детьми Родственник допустим далеко Он ее привез к себе Пока то-то Она дозвонилась Там у него нет родственников Она одна Что она делает? Она вот берет Ага У нее махар лежит Она его все эти годы берегла Память о муже и так далее Она берет его продает Какое-то время они существуют Потому что он ценный Какое-то время они существуют Пока они не окажут помощь родственники С его, с ее, с ее там Или же мусульмане Ну каким-то образом Аллах Сухонаталя даст в их положение Вот этот махар Пусть на 2 дня Пусть на 10 часов Но он облегчит ей положение Понимаешь? Вот в этом случае Он должен быть ценный Ну а если это какая-нибудь книжка Брат В библиотеке Он ее в карман положил Принес и отдал В качестве махара Кому она нужна? Она ее как память Конечно хранит Запустим Но она же ее продать не сможет Никто за нее и 2 рублей не даст И что в этом махар? То есть вот махар Вот смысл в этом Обеспечить Дать ей какой-то заклад А там она уж сама Хочет дочерям Отдаст в нас эти кольца Золото Или еще что-то Крепость мусульманина Нет Если настолько беден Брат мусульманин Да это не шутка Запускается Почему нет? Мы не ограничиваем Брата мусульманина В женитьбе Если у него нет денег Не ограничиваем Аллах говорит Аллах обогатит их В своей милости Жените праведных И Аллах обогатит их Это то что не надо Бояться бедности В никахе Нет такого понятия в исламе Что сейчас присутствует Если для арабов И так далее Но сейчас подавляюще Большинство случаев Не относятся к таким Сфханала Но элементарно Какую-нибудь серебряную цепочку Она копейки стоит Это калечик какое-то Она что там Серебряная сейчас Дешевая Можно купить уж Ну что это книжка Поэтому это я считаю Жадный среди мужчин Я бы на такой девушке Внимательно отнесся К этому мужчине Постерегся Потому что он уж жадный А это Павел Сася вам сказал Самые наихудшие качества Для мужчины Имею ввиду конечно Мусульманина Это беспокойная трусость Когда он боится Слово сказать По шариату что-то сделать Как-то себя проявить И всепоглощающая алчность Когда он жадный Вот эти два качества назвал Когда мужчина трус И жадный Вот это худшие качества Для брата мусульманина Мужчины не должны быть таким